Спонсор этого обзора интернет-магазин Мир Фэнтези. Самый широкий выбор продукции технолог в Санкт-Петербурге. Ссылка у вас на экране, а также продублирована в описании. Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами Алексей Чернышов. Вы смотрите канал Сын Отец и Игрушки. А сегодня у нас технолог, да, не анонсированный, да, не запланированный. Ну и я так захотел, и сегодня мы рассмотрим Легион Центурион. Содержимое подобных батлпаков весьма стандартное для перевыпуска от Империи Фэнтези. И у нас здесь правила для игры Битвы Фэнтези, статуса Ультра, естественно, Армлист и Артефакт Отряда. Ну и, конечно же, сам Отряд, состоящий из пяти миниатюр. Как я и сказал ранее, в комплекте идут правила для игры второго уровня Ультра. И это у нас Битвы Фэнтези. Здесь у нас полный перечень всех игровых моментов. Такого статуса, как Ультра, как ходить, как стрелять, как вести ближний бой и так далее, и тому подобное. Что за что отвечает, какие есть сооружения, орудия. В общем, весьма интересно. Ну а сзади мы имеем надпись «Авторские права за технологом. 1995 и 2005 год. ООО Технолог. Битвы Фэнтези. Зарегистрирована торговая марка ООО Технолог. ООО Технолог 2005. Все права защищены. Сайт и имейл». Другими словами, эти правила 2005 года выпуска. Ну и сейчас они просто перепечатаны. На самом деле это очень хорошо. Раньше технолог, когда выпускал подобные батлпаки, туда не клали правила для игры. То есть это были тупо фигурки и не говорящие ни о чем. А ведь это же настольная игра Wargame. Поэтому логичнее здесь иметь правила, нежели стреляющее орудие, как это было раньше. Итак, армлист отряда Легион Сентурион, гвардия Чародея, стоимость отряда 160. Ну данные вы можете посмотреть сами, я их озвучивать не буду. Артефакт Легиона Сентурион, похититель душ. Его возможности вы видите сейчас на своих экранах. И все же самым интересным в батлпаках, естественно, являются фигурки, миниатюрки, воинов, которые сойдутся в боях на ваших столах. Отряд состоит из пяти миниатюр, выполненных из полиэтилена. И это некая дань уважения старому технологу, который выпускал свои фигурки полиэтилене. Что на самом деле очень хорошо. Он и красится прекрасно, и при этом не такой ломкий, как полистирол. Самая высокая фигурка у нас 55 миллиметров. Рост самого низкого бойца состоял 45 миллиметров. Все бойцы отряда имеют великолепную детализацию. Хотя есть небольшое замыливание, но это, видимо, из-за того, что пресс-форма уже весьма старенькая. Однако это не отменяет того факта, что образы получились потрясающие. Интересное вооружение у них. У меня они ассоциируются либо прямо вот с такими космическими пиратами, либо с представителями Третьего Рейха. Таких футуристических представителей Третьего Рейха, когда что-то пошло не так, и в какой-то параллельной вселенной образовались вот такие вот бойцы Третьего Рейха, вооруженные бластерами, при этом еще и револьверами, и даже холодным оружием. Ну, скорее всего, это как-то могло бы быть объяснено в их бэке, если бы он был, почему у них такое оружие. Видимо, что-то они получили на острове магов, что-то притащили с собой. В общем, на мой взгляд, отряд получился весьма колоритным и интересным. Да, немножко с ростом фигурок технолог напортачил. Тут некоторые ребята прям совсем маленькие получились относительно даже этого отряда. А если брать других бойцов, то они будут совсем малышами казаться. Но при этом очень интересные образы, как я сказал. Вот эти плащи, фуражки и футуристическое оружие в перемешку с холодным. Смотрится это как-то все очень даже интересно. Ну и по-технологовски, скажем так. Единственное, пожалуй, вот эта поза мне не очень импонирует. Как будто бы он здоровый. Сговорит, привет, мы пришли тебя убить. При тщательном осмотре можно увидеть на бойце, который держит револьвер и что-то вроде болтера, пару дефектов. Один находится в районе шеи, а другой на спине, прям над поясом. Я так понимаю, это дефекты литья. И здесь что-то не пролилось. И образовались такие отверстия, что, на мой взгляд, не очень хорошо. Однако, сразу в глаза не бросается. Но это есть и не сказать об этом было нельзя. Остальные же товарищи крайне симпатично смотрятся. А в целом, отряд, на мой взгляд, получился очень интересным. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Ну а дальше я предлагаю вам взглянуть на каждого бойца по отдельности и со всех сторон. Субтитры сделал DimaTorzok Собственно, вот мы и познакомились с таким отрядом, как Легион Центурион. Набор солдатиков от компании Технолог. Перевыпуск от магазина Империя Фэнтези. А продаются такие товарищи, как я и сказал, в мире фэнтези. Это питерский магазин, ссылка на него есть в описании. Покупайте самовывоз бесплатно, круто. И, кстати, там товар выдаю я, так что увидимся, если вы там будете покупать. Более мне добавить, конечно, нечего. Весьма интересный, хотя и немного спорный отряд получился. Ваше мнение, как всегда, с удовольствием, почитаю в комментариях. Ну а далее, естественно, я попрошу вас сделать все ютубовские ритуалы. Лайк, репост, подписка, колокольчик. Ну вы в курсе, да? В общем, друзья-коллекционеры, помните, канал Сынотеца Игрушки. Создаем коллекцию вместе. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok